Игорь Веленович Эйдман, социолог и публицист у нас в эфире. Игорь, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, перед тем, как обсуждать в целом картину, я бы хотел с вами обсудить мнение Христа Грозева, который в Беллинкете расследователем работает, который сказал о том, что по его предчувствиям, по его мнению, что через полгода может состояться новый госпереворот в России, либо Евгений Пригожин просто не доживет до этих времен. Как вы думаете, будет жить или не будет жить Пригожин? Трудно сказать, но вот именно возможность второго госпереворота за год, вы в нее верите? Я не только в нее верю, я говорил еще задолго до Христа Грозева, сразу после окончания так называемого мятежа Пригожина, я сказал, что Путин по логике мафии, а Путин все-таки как бы лидер вот этой, крестный отец этой российской правящей мафии, значит, нужно добивать врага. Недобитый враг, враг ненаказанный, враг публично неопущенный, да, перед всей братвой, он этот враг становится наиболее опасным. Путин Пригожина не добил, совершил для крупного мафиоза непростительную ошибку, пока, по крайней мере. И здесь я с Грозевым абсолютно согласен, что если он его в ближайшее время как-нибудь устранит, не убьет, то есть не добьет физически, то, конечно, Пригожин еще обязательно сыграет свою роль, обязательно всплывет и, я думаю, в довольно неприятной и опасной для Путина ситуации. Конечно, повторения один в один не будет его мятежа, может быть что-то другое, может быть какой-то заговор, значит, заговор с участием представителей силовых структур, потому что многие представители силовых структур, не первые лица, а вторые, третьи лица, они недовольны ситуацией, прежде всего тем, что они отстранены как бы от принятия решений, и старики там засели в этом сайте безопасности, представляют свои структуры, мы их видели силовые, это все старики за 70 в основном, значит, и они никуда не уходить не собираются, готовы сидеть еще годами, и там уже целая очередь на их места собралась. Вот Пригожин их многих знает, но их прикормил уже, еще в Сирии, значит, и, соответственно, он может стать вот таким коммутатором между недовольными, и может стать инициатором вот этого нового какого-то заговора. Все это мы в истории России уже видели, да, и заговоры против Павла Первого, против Берии, против Хрущева, все это начиналось именно с этого, с того, что кто-то выступил в качестве мотора заговора, и остальных как бы подбил. Вот таким человеком, который может быть мотором заговора, может быть Пригожин, но не обязательно Пригожин, вариантов может быть множество и другие, какие-то люди, которых мы, возможно, сейчас не знаем или не связываем с ними каких-то надежд, что называется, на перемены, а тем не менее сейчас они могут, вот мы с вами сейчас общаемся, а где-нибудь, предположим, там, значит, на гольф-клубе Германа, известном, закрытом гольф-клубе Германа Грефа, а Греф хвастался, что у него ФСБшники не прослушивают его клуб, потому что он там предпринял какие-то действия против этого. Значит, собираются какие-то люди, может быть, олигархи, силовики, какие-то государственные банкиры, какие-то руководители естественных монополий, вторые лица, может быть, силовых структур, и строят какой-то заговор, как это было, например, на разных дачах КГБ во время заговора против Хрущева или заговора ГКЧП. Так что все это возможно и даже более того вероятно. И также вероятно, что еще и Пригожин в этом сможет сыграть какую-то руку. Вот интересно, не потому ли пытается Путин в савторстве с Лукашенко каким-то образом, знаете, как будто бы отвлекать ЧВК Вагнер, то есть приписывать им вот эти вот амбиции по ходу на Европу, придумывать им дела в Африке, возможно. Может быть, он таким образом пытается его как-то занять, и чтобы Пригожин все-таки ощутил какую-то свою важность, и, знаете, чтобы вот эта вот тоскомина спала на Путина? Знаете, я не думаю, потому что в такой ситуации ублажать, Пригожина, это, ну, худший метод был бы. Ну, как ублажать? Это манипуляция. Такие люди, как Пригожина, они понимают и Путин. Они понимают только язык силы. Значит, здесь новичок гораздо лучше сработает, чем любые манипуляции. С одной стороны. С другой стороны, нужно поделить две вещи. Первое. Вот эти как бы слухи, которые сознательно разгоняет Лукашенко, сам Пригожин, российская пропаганда о каких-то возможностях, нападений на Польшу, на Литву, там, Сулакские коридоры и так далее. Это, конечно, все полная чепуха и очевидная совершенно попытка запугать НАТО, запугать тех, кто на Западе противостоит России. Значит, понятно, что у них нет для этого ни мощностей, у вагнеровцев сейчас уже. ни, в общем-то, ни мощностей, ни достаточного количества тяжелого оружия, там, и так далее. Значит, их просто, если бы они попрутся в Польшу, их просто нациская авиация разнесет халамы довольно быстро. Значит, так что я думаю, что это просто чистые, вот чистые, значит, попытки психологического давления, информационной войны. А что касается Африки, это бизнес, Пригожина, и здесь все всерьез. И с Африкой они продолжают, у них бизнес с Африкой продолжается. Это основной приток средств сейчас, как я понимаю, для Пригожина и его ЧВК. И они, конечно, будут продолжать, но просто африканские фронта, вот эти все, Центрально-Африканская республика, Мали, Судан и прочее, прочее, они не требуют такого количества людей, которые есть у Пригожина. Он их просто не прокормит. Он их мог прокормить не за счет африканских стран, а за счет российского бюджета. А Путин, видимо, им платить уже не хочет. И здесь созревает определенный кризис, и как он разрешится, непонятно. Пока по слухам большинство или множество, по крайней мере, вагнеровцев распущено в отрасль. Но дальше кто им будет платить? Африканские страны это не потянут. Это еще одна мотивация, еще один толчок для Пригожина для того, чтобы что-то такое мутить внутри России, пытаться как-то повернуть курсы опять политической страны, как поставить каких-то своих людей в Министерство обороны, чтобы они опять кормили вот это, во-первых, его самого, а во-вторых, его частная армия. Поэтому, как я уже говорил, я здесь согласен с Грозимов, что в этой ситуации он вполне мотивирован опять пуститься во все тяжкие, что называется, и предпринять какой-то там заговор, мятеж и так далее. Давайте теперь про военных, про терпение военнослужащих, и в том числе младшего змина российских. Российские солдаты из Карачаева-Черкесии, это республика на Северном Кавказе, пригрозили оставить воинскую часть и поехать домой, разбираться с невыплатой им жалования. Из-за трехмесячной задержки жалования контрактники решили записать видеообращение к главе республики и потребовали погашения долгов. заявили, что недополучили по 600 тысяч рублей каждый. Мы бойцы 144-й бригады зенитно-ракетного дивизиона, которые уходили с военкомата Карачаева-Черкесии. В военкомате Карачаева-Черкесии нам обещали, что нам будут платить по 195 тысяч в месяц. Платят кому как. Кто за штатом стоит, тому платят 8-10 тысяч. Кто стоит в штате, максимум 30 тысяч. Если Министерство обороны не может заплатить эти деньги, то, уважаемый Рашид Борисбеевич, платите вы нам. Платите вы нам, чтобы наши семьи жили. Мы не можем содержать наши семьи на 30 тысяч рублей. Ну вот, как вы думаете, Игорь, это недовольство, напряжение, да, там мы видим роту, это немного людей на видео, но насколько это может действительно пошатнуть военное ведомство и вообще привести, может быть, к каким-то серьезным акциям протеста? Да, таких, кстати, такой информации довольно много. Это основная тема для жалоб российских военнослужащих, то, что им не регулярно или просто не выплачивают обещанные деньги. Значит, эта ситуация, я думаю, будет только усугубляться, потому что у страны все меньше и меньше денег для того, чтобы содержать эту войну и содержать эту араву, аглоедов, которые там воюют, платить им совершенно безумные по российским стандартам деньги. Представляете, что такое в Каравокачаево-Черкесии там 80 тысяч. Это же безумные деньги просто. Там рядом и средняя зарплата, но от силы, там, не знаю, 200 евро. Так что ситуация-то будет и дальше усугубляться, потому что финансовые трудности будут нарастать. Воровство, опять-таки, тоже никуда не делось. Но приведет ли это к каким-то катастрофическим последствиям? Я не думаю, что это приведет к мятежу какому-то. Потому что, условно, люди типа Пригожина, они еще, скажем так, у них есть субъектность. Они могут что-то, какое-то коленце, что называется, выкинуть. Но люди там среднего звена, а тем более рядовые или какой-то даже младший офицер, я думаю, они субъектность, и вряд ли разрозненные, и вряд ли они что-то смогут сделать, по крайней мере, сейчас. Значит, но это влияет на боевой дух, что называется, российская арка. И это приближает разгром ее. Это дает возможности, дает перспективу для украинского наступления. Потому что, естественно, чем меньше будут платить, тем ниже у них будет боевой дух. Потому что именно ради денег они там все воюют, а не ради каких-то идей. Зачем условным карачаевцам и серкесам это российская империя, которая уничтожала их предков еще в XIX веке в массовом порядке, геноцид устроил? Понятно, что им совершенно не нужны, эти все идейные цели. Им нужны деньги просто элементарно. Да и русским солдатам тоже. Поэтому чем меньше будет платить, тем лучше, тем ниже будет их боевой дух, тем скорее они побегут с фронта. Еще хочу озвучить информацию, прежде чем мы ее обсудим с вами, конечно, в эфире. Решение Владимира Путина передать Росгвардии тяжелое оружие может свидетельствовать о том, что эту структуру он рассматривает как опору своего режима. К таким выводам пришли в Министерстве обороны Великобритании. И в обзоре про российско-украинскую войну британская разведка отметила, что президент России подписал закон о передаче Росгвардии тяжелого вооружения примерно через месяц после мятежа вагнеровцев. При этом росгвардейцы тогда никаких эффективных действий, мы помним, особенно и не показали. Хотя внутренняя безопасность это как раз главное задание этой структуры. Ранее Виктор Золотов, главнокомандующий Нацгвардии Российской Федерации, просил, чтобы его подразделению передали и танки, и артиллерию, и ударные вертолеты. Но, как видим, Путин идею эту поддержал. Так что же это, если не показали такую эффективность? Это вот такой аванс, кредит доверия? Или что это? Или это единственное, что можно было предпринять в данном случае, чтобы хоть как-то обеспечить себе какой-то спокойный сон? Ну, собственно, Путин дает оружие тем, кто у него это оружие просит. Другой гвардии у него нет, а другой Росгвардии у него нет. У него есть Росгвардия, которая возглавляет его давнишний, значит, клеврет, золотов, которого он знает много десятилетий. Он ему доверяет. Понятно, что в результате кучи пригожных у Путина появились крупные и обоснованные сомнения по поводу того, знаешь, насколько хорошо защищена его власть, и он лично, но никаких других людей, новых каких-то людей, к этому он подключать не хочет. Это его кадровая политика, которая во всем так, значит, он опирается, он держит около себя только тех, людей, которых он знает уже десятилетиями. И он доверяет только им. Другим людям, молодым, может быть, более активным, более самостоятельным, более эффективным, он не доверяет. И он вынужден вот с этим старичьем продолжать общаться. Он держит Шойгу и Герасимова во главе Министерства Бороны, хотя они многократно демонстрировали свой непрофессионализм и неэффективность. Держит Золотова, который тоже, как вы правильно заметили, никак ему не помог в ситуации с нитяжем пригожных. Держит других. Теперь вот он, видимо, решил, что у Золотова недостаточно тяжелого оружия. Золотов, видимо, пришел к нему. Там же все решается на уровне личных отношений. Люди знают десятилетиями друг друга. Золотов, естественно, заинтересован, чтобы в его структуре силовой было как можно больше вооружений, что это придает ему вес, это придает силу и тому инструменту, который у него в руках, в лице Росгвардии. Тем более все ожидают каких-то дальнейших конфликтов, каких-то столкновений внутри элиты. У кого более сильный инструмент в руках, тот и победит. Поэтому для него Путина пригожна был поводом выключить у Путина тяжелое вооружение. Он пришел к Путину и говорит, вот знаете, почему я пригожна не остановил? Вот у него было тяжелое вооружение, а у меня не было. Вот если бы у меня были вертолеты, танки, то я бы его, конечно, остановил. Путин, значит, как человек, как я уже говорил, который доверяет единицам и только с ними умеет делать золото среди этих единиц, он, видимо, покачал головой и решил, ну что ж, выделим тогда тебе, значит, тяжелое оружие. Конечно, ни к чему реальному это не приведет и никак это не поможет защитить трон путинский. Если он зашратается, все его клевреты будут не Путина защищать, а грызться между собой и пытаться свое место как-то под солнцем отстоять. А как всегда бывает, тираны сдадут первым делом. Так что, но тем не менее, как и пока, пока вот Путин всем нужен, и он продолжает раздавать разные, значит, подарки, что называют, своим силовикам. Игорь Веренович, ну вот интересно, ведь Пригожин, помните вот эти видео, как он истерил, что у них не хватает оружия? Он же еще до вот этого бунта он же просил оружие, и они были на таком горячем направлении, он же требовал буквально истерил тогда. Почему же ему тогда не дали? Ему тогда уже Путин не доверял? Нет, дело в том, что, во-первых, он, конечно, получал все, это я отмечаю, в том числе российские эксперты отмечали еще тогда, значит, он получал все Пригожин, не хуже, а лучше, чем обычные части Министерства обороны. И это, в этом была одна из причин его так называемых успехов, потому что он был, что называется, на первой линии довольствия. Вот, это во-первых. Во-вторых, естественно, что Министерство обороны его ревновало, потому что им не нравилось, что Пригожин, благодаря, опять-таки, тому, что его снабжали теми же снарядами и прочими, оружием и боеприпасами лучше, чем военной части обычной, что он, благодаря этому, добивался каких-то успехов и потом тянул на себя пят. И Шойгу Герасимов, естественно, его так пытались прижать. Он истерил сначала, истерил удачно, истерил по кабинетам, то есть он клянчил у Путина, и Путин ему тоже доверял и тоже давал многое, и более того, он даже влиял на кадровую политику путинскую. Например, вот этот Суровикин, ныне, я хотел сказать, ныне покойный, ныне пропавший, видимо, Суровикин и его назначение руководителем оккупационных сил российских, которое было осенью, это было в том числе и заслуга Пригожина, потому что это тесный его контакт. Но в какой-то момент Шойгу, человек, который, как я уже говорил, из той среды, который десятилетиями знает Путина и которому Путин доверяется абсолютно, Шойгу с Герасимом постепенно настроили видео Путина против Пригожина, и вот эта халява со снарядами и прочими закончилась. Тогда, проиграв аппаратно, Пригожин попытался отыграться в публичном пространстве, поднявшись в открытую схватку, сначала информационную с ними, а потом и военную. Не надо этот мятежный министр. И надо сказать, что он, в общем-то, по крайней мере, не проиграл в результате этого. Он сохранил пока на сегодняшний момент и свою армию, естественно, жизнь и большую часть собственности, которую ему, в том числе, и возвращали после ареста. И контракт у него продолжается с Министерством обороны. Но, как я уже сказал, я думаю, что и эта ситуация его тоже не удовлетворяет. И вполне вероятно, что от него можно ожидать каких-то новых сюрпризов. А может ли, Игорь, может ли вот той средой, где возникнет недовольство Путиным и в конце концов, как вы выразились, пошатнет его трон, может ли этой средой стать спецслужбистское сообщество России, сотрудники ФСБ, службы внешней разведки, ФСО, очень редко упоминаемая организация, которая тоже спецслужба. Может ли там возникнуть что-то против бывшего выходца из этих спецслужб? Ну, понимаете, в чем дело? Силовики российские только в газетах пишут, особенно в западах, там же силовики это же термин, который не переводится на любых языках мира, там пишут силовики. Это как будто единая какая-то каста. В действительности это не так. В действительности силовики эти и даже внутри структур силовых существует, это конгломерат, банк, конгломерат мафиозных группировок с противоречащими интересами, которые находятся в состоянии перманентной войны всех против всех за бюджеты, за власть, за деньги, за собственность и так далее, и так далее. Значит, поэтому они это не единые силы. И безусловно, да, до последнего момента Путин в этой всей среде, вот среди этих конгломерат, этих банк, он выступал в роли такого, значит, крестного отца мафии, к которому все мафиозы приходили, руководители группировок, а он, значит, устраивал такой пролёж, да, то есть он разбирал, кто прав, кто виноват, да, перетирал всякие ситуации, значит, и говорил, кому владеть какой собственностью, кому что передать, а кому, кого нужно отправить в тюрьму, например, за нарушение каких-то правил, поведения, которые у них приняты, в их банке. Так что это, да, но теперь в результате, особенно это было заметно, когда российская армия терпела очевидные такие уж неудачи на фронте в конце прошлого года, что вот эта роль Путина, да и во время мятежа Пригожина, естественно, это тоже было очень заметно, что роль Путина в качестве крёстного отца уже не столь безусловно. Уже для многих условный Пригожин должен был не мятежом идти на Москву, а идти к Путину на поклон и просить его помочь. А если Путин отказал, то должен был тереться и послушаться того, сделать то, что ему велел крёстный отец или Пахан в лице Путина. А он попёр почему-то на Москве. Нарушение субординации, нарушение вот этой ситуации. То есть роль Пахана явно теперь поставлена под сомнение, она покачнула. И дальше вполне вероятно, что чем дальше будет слабеть эта роль Пахана главную, тем сильнее будет схватка между этими группировками, между этими бандами. Потому что больше нет между ними какой-то высшего судьи. Они будут пытаться силовыми методами выяснить отношения и силовыми методами друг от друга отбирать участки для кормления. И здесь, я думаю, это очень опасная тенденция для путинского режима, который закончит именно вот этой войной всех против всех этих банков. И в том числе и силовых, и прежде всего силовых банков. В какой-то момент они вероятно решат, что и Пахан больше им не нужен, раз он не может выполнять свои функции вот этого высшего судьи в их сообществе преступного. И, как я уже говорил, особенно люди там, вторые и третьи люди в своих силовых структурах, они вполне мотивированы на то, чтобы добиться каких-то перемен, которые бы дали им возможность продвинуться и сдвинуть тех путинских стариков, которые там десятилетиями сидят на своих местах. Игорь, если уточнить, а может ли Кадыровская армия, по сути, тоже частная, быть опорой для Путина вот в тот критический момент, когда, ну, если идти по нашей с вами сегодняшней беседе, и военные, и силовики от него отвернутся. Ну, уж не на священников же РПЦ ему опираться придется, правда? Кто-то же должен быть на оружие. Вы знаете, детали вот этого всего Бардака, который, что наступает, и явлен был нам в лице мятежа Пригожина совсем недавно, детали могут быть самые разные, их предугадать невозможно. Но совершенно понятно, что тот же Кадыров, это не какой-то Путин, значит, фанат Путина, который любит Путина просто за то, что за красивые глаза что-то вызывает. Он преследует свои корыстные интересы. Если он почувствует, что Путин больше не может быть гарантом для его поступления, бесперебойного поступления огромных денег, для Кадырова, для него самого и для его банды, конечно, он может легко от этого Путина отвернется. Он служит Путину только до того времени, пока он ему выгоден. Как только пока это ему выгодно, пока от Путина, от Кремля идут деньги. Он, кстати, это не стесняет, даже говорил неоднократно о том, что, значит, с Россией ему быть выгодно, потому что он получает оттуда из бюджета такие деньги, которые он не может никогда в жизни не заработать в самой Чечне. Как только ему это станет ненужным, он может отвязаться. Другой вопрос, что он очень сильно зависит от России, не только в финансовом плане, но и в силовом. На чеченской иммиграции вот в Европе, с некоторыми представителями, которым не удается общаться, оно совершенно уверено, что как только не будет Путина или как только не будет у Путина возможности помогать и держать свои силовые структуры в Чечне и помогать силой именно Кадырову оставаться у власти чеченцев, его просто Кадырова просто разорвут сами-сами чеченцы, которые крайне недовольны беспределом, которые там творят Кадыровцы. Игорь Виленович, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Еще, безусловно, будем рады вас видеть в эфире. Напомню зрителям, что Игорь Эйдман, социолог и публицист, был с нами на связи. Редактор субтитров, кого-то,